Всем привет, меня зовут Диана, и в последнее время я много создавала видео Reels, Shorts на тему акне, и сколько же много девочек, к сожалению, мне написало, которые испортили свою кожу по чужим советам. Покажу даже случай в этом видео, прям с фото, как испортил кожу косметолог чисткой. В общем, в этом видео я хочу предостеречь вас от следующих ошибок, от вредных советов. Давайте начнем с жестких диет. Я думаю, в каждой компании есть человек, который питается всем, что хочет, и имеет фарфоровую кожу. Я не из тех людей, к сожалению. Если вы тоже, как и я, напишите об этом в комментариях, поплачем вместе. Итак, как еда связана с акне и связана ли? Потому что существует две касты косметологов, дерматологов, которые считают, что можно есть все, что захочешь, и которые дают жесткие, строгие диеты. Никакого сладкого, мучного, глютен, вот это вот все запретить. Кто прав? И откуда взялся вот такой вот диссонанс? Исторически так сложилось, что сначала не было доказано, что еда влияет на комедоногенез, на образование комедонов, воспаление, акне. Потом, через 15 лет, все-таки доказали, что связь есть. Но за это время, понятно, что выучилось определенное количество дерматологов-косметологов, и они по старой памяти еще помнят, как им говорили профессора, что нет связи. По поводу связи. Тут тоже очень интересно, потому что, какая еда, то есть разная еда влияет по-разному на комедоногенез. И мы разберем самые-таки популярные основные группы. Это сывороточный белок, то есть он содержится в молоке, в протеине, протеиновых батончиках. И он как раз-таки прямо влияет на комедоногенез. То есть его лучше исключить, изменить на какой-нибудь другой белок. А вот быстрые углеводы, то есть сладкие, они имеют дозозависимый эффект на комедоногенез. То есть они провоцируют прыщи у кого-то от одной шоколадки, от одной маленькой конфетки, или вообще хоть 5 шоколадок съешь, ничего не произойдет. Поэтому я советую пациентам сладкое полностью не исключать. Тем более моя аудитория это девушки 20-30 лет. И как раз-таки с этим возрастом и связана повышенная умственная активность, умственная работа. А мозг питается только глюкозой. То есть если вы полностью исключите сладкое, вы станете хуже соображать. Следовательно, вот вам все причины, сладкое полностью не исключать. И третья группа, насыщенные жиры. То есть, как правило, это из вредного, это фастфуд. И они поддерживают воспаление. То есть в период острой фазы акне, в период обострения жиры надо исключать. Но вот из всех троих вот этих ребят, насыщенные жиры, они самые не комедоногенные. А вот сырочный белок, он наоборот еще даже усиливается под действием гликации, то есть вот сахара. Еда это всего лишь триггер. Причина акне это склонность сальной железы к воспалительной реакции. Как правило, это связано с наследственностью. То есть если у вашей сальной железы, точнее у множества ваших сальных желез, нет этой склонности к воспалительной реакции, то никакая еда, никакая комедональная косметика, никакие гормональные сбои не приведут к акне. То есть, как раньше считалось, надо искать причину в себе, я об этом чуть-чуть попозже скажу. Сейчас наука шагнула вперед и выявила, что сама сальная железа, она имеет вот субклиническое такое воспаление, которое только и ждет, чтобы его что-то триггернуло, а может быть даже вообще не ждет, просто расцветает просто так. И как раз таки дерматологи, косметологи, они работают над уменьшением вот этой вот воспалительной реакции в сальной железе. Кстати, у меня в инстаграме очень много полезного именно вот в закрепленных, в актуальных насчет акне. Переходите обязательно, тоже ознакомьтесь. Но досмотрите это видео до конца, потом будете переходить. Все ссылочки оставлю ниже в описании этого видеоролика. Второе, по поводу сдачи анализов на гормоны и как это все связано с акне. Врач может заподозрить у вас гормональные сбои и назначить вам анализ. Например, у меня был такой случай на консультации, пришла девочка, и я заподозрила у нее с ПКА, у нее был сбой цикла, гирсутизм, акне, и я направила ее на УЗИ яичников, сдачу половых гормонов, и к эндокринологу. У нее подтвердился с ПКА. Эндокринолог ей поставил диагноз. В таких случаях акне является симптомом основного заболевания, в данном случае с ПКА. И тут как раз-таки эндокринолог лечит с ПКА, и акне вместе с ПКА уходит. Вот, я ей лишь помогла, назначила домашний уход, чтобы побыстрее эти воспалительные элементы уходили, и пигментация поствоспалительная тоже уходила. Но попально всем назначать анализы на гормоны, это нецелесообразно. Сейчас поясню. Где-то здесь появится график, мой любимый. У девочек с 12 лет до 20-25 идет рост прогестерона и эстрогена, это половые гормоны. И это происходит за счет того, что формируется репродуктивная система женщины. То есть вот этот вот пик, это абсолютная норма. И как раз-таки наша, опять же, любимая сальная железа, которая имеет склонность к воспалительной реакции, уже где-то на этом моменте триггерится. Ну и что, вот на этом уровне начинается комедоногенез. Что теперь гормоны блокировать, не развиваться как женщине? Конечно же нет. То есть уменьшать воспалительную реакцию в самой железе. Проблема не в женских половых органах, которые это все продуцируют. Проблема в сальной железе. Опять же, я буду это повторять несколько раз в этом видео. Пожалуйста, успойте. Так вот, зачем назначать, там, возьмем, например, 20-летней девушке, у которой нормальный менструальный тыкл, у которых нет симптоматики, которая может вас натолкнуть на гормональные сбои, да? И у эндокринолога она, скорее всего, уже была, потому что же все сейчас ищут проблему внутри. Вернемся к нашей 20-летней девочке. Посмотрите, она находится на пике, у нее прогестерон сейчас на пике, и эстроген только-только входит в пик. И получается, назначив ей анализы, вы увидите, да, высокий прогестерон, довольно высокий эстроген, и что это для нее норма в этом возрасте. Она становится женщиной. Отстаньте от нее. И, кстати, очень удобно здесь упомянуть, вот этот вот миф, родишь и пройдет. На самом деле, это не миф, и он имеет с собой определенные основания. Вот это вот, родишь, пройдет, оно как раз-таки происходит, ну, примерно будет 20-25 лет, да? Не все же у нас сейчас беременны в 16. И вот как раз-таки падение эстрогена и прогестерона 20-25 лет накладывается на период реализации основной функции женщины. Я шучу. Вы устали? Мы уже наговорили на много. Давайте еще одну тему разберем, и есть ему вторую часть, потому что я уже устала сидеть. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, потому что такие вот информативные видео у меня смотрят намного меньше людей. Все в основном любят влоги мои смотреть, что тоже хорошо продолжать смотреть. И не забудьте подписаться, потому что мало кто из вас на самом деле подписывается, смотрит 20% всего от подписавшихся. Очень плохо. Я, кстати, когда начинала вести блог, я думала, ну, кому интересна моя жизнь? Наверное, надо снимать информативные видео, влоги мало кто будет смотреть сейчас, все снимают влоги. Но вот как оказалось, все наоборот. Третье. Чистки лица. Кому показаны? Кому противопоказаны? Они показаны при комедональной форме акне. То есть сначала надо произвести чистку вот таких вот открытых комедональных элементов, а потом уже лечить акне, работать над гиперреактивностью сальной железы. И в этом случае будет чистка лица лечебная. Сейчас я вас запугаю конкретным примером, чтобы никому не захотелось этого делать. ко мне обратилась девочка, и, к сожалению, косметолог ей сделал чистку лица, и у нее остались рубцы. Всегда, если у нас закрытые глубокие комедоны, мы их не чистим. Они сами пройдут. Если мы их почистим, да, за счет отека, за счет травматизации, сначала это будет выглядеть вау, а потом будут рубцы. Вот вам конкретный пример, поэтому сами ничего не давите, не ковыряйте, и обращайтесь как к грамотным специалистам. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь. Скоро выйдет вторая часть этого видеоролика. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok